Ну вот, друзья, и пока на Рашке Победобесе, и они там празднуют День Победы, то Китай вышел с очень серьезным заявлением. Знаете, я долго следил за развитием событий, скажем так, в этом китайском направлении, и вот к этому шло достаточно долго, но вот сейчас уже, ну не то чтобы развязка, но очень значительное произошло событие. Китай вышел на арену войны России против Украины и сделал очень серьезное заявление. Сейчас расскажу вам обо всем подробнее, а вы, друзья, подписывайтесь на канал, вот если вы прямо сейчас подпишетесь, то больше уже людей увидит это видео, а это ваш вклад, который вы можете сделать. Ну и пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Понятно, что в мире есть очень крупный игрок, это Китай, и понятно, что Рашка очень рассчитывала на Китай, и Путин как-то согласовывал начало войны с Ши, председателем товарища Ши, и он думал, что Китай поможет обойти и решить там те сложности, которые могут возникать. Вот по поводу того, как президент Ши поддержал, скажем так, вот эти устремления милитаристки Путина, я разговаривал с Джоном Хербстом, это один из ведущих американских дипломатов, очень интересный стрим, ты не стрел, посмотрите, но вот кусочек, где Джон Хербст говорит про президента Ши. Было ясно в начале февраля, что Ши дал добро на то, что Путин собирался делать. Хотя я согласен с теми, которые говорят, что Ши не знал точно, что Путин имел в виду, но он знал, что он собирается посылать свои войска покорить Украину. На мой взгляд, Ши сейчас понимает, что Путин проиграл в первый этап этой войны, и он, Ши понимает, что российское военное поведение ужасное, и что Путин вызвал победу для Запада, когда он атаковал еще раз Украину, потому что сейчас единство НАТО видно гораздо сильнее, чем оно было три месяца тому назад. Вот, но несмотря на это, то есть Путин же думал, что вот он там согласовывает, и это приведет к чему-то, да, там, к какой-то жесткой позиции со стороны Китая. Но это большое глубокое заблуждение, потому что Путин просто не понимает, что такое Китай, у него, знаете, вот эти истории братья и прочее, это там все не работает. Китай – это страна с колоссальной историей, которая никуда не торопится, но которая очень внимательно смотрит на российские территории и на российские ресурсы. И, конечно же, председатель Ши с удовольствием, он смотрит, как сейчас Россия сама себя уничтожает, переваривает и становится абсолютно уязвимой и полностью зависимой от Китая. А в это же время он не собирается ссориться с теми, от кого сегодня зависит полностью экономическое положение Китая, то есть от Запада. Потому что у Китая товарооборот США под триллион долларов, товарооборот с Европой под триллион долларов, ну вот, ну а с Россией там чуть больше ста миллиардов. Конечно, это для него он не будет ставить под угрозу. И вот вчера произошло очень интересное событие. Президент Макрон поговорил по телефону с председателем Ши и, значит, вышло очень интересное коммунике. Я знаю, что многие там уже шутят над любовью Макрона к телефонным разговорам, но это его способ добиваться результата, так он добился руки своей жены. Кстати, кто не знает, почитайте интересную историю, но это совсем другая история, мы сейчас не о ней. А вот вчера поговорил президент Макрон с Ши и вышло коммунике об этом разговоре. И в нем говорится, что Китай полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и настаивает на скорейшем прекращении огня. Вот так вот, друзья. Вот такое заявление. Ну, совсем, наверное, не того ждал от него Путин. А я сейчас вам расскажу, покажу, откуда на Беларусь должны были напасть. Ну, вы поняли. Я сейчас расскажу, как коммунике такие делаются. Это не мог сделать просто Елисейский дворец просто сам по себе. То есть поговорили два руководителя, дальше текст написала пресс-служба, и пресс-службы отправляют друг другу текст и согласовывают каждую запятую, каждую букву. И только после этого оно публикуется. То есть Китай согласовал коммуникет, вот такой результат разговора с Макроном. Ну, почему Макрон? Тоже понятно, потому что у Китая с США более сложные взаимоотношения. Плюс Макрон говорил с Путиным. И под впечатлением от этого старого безумца как раз хотел... Было важный разговор с Китаем. Так вот, еще что интересно. Позавчера Саки, которая пока еще официальный представитель Белого дома, еще несколько дней будет, а потом идет работать на MSNBC, кстати, мощный американский канал, неоднократно им давал комментарии. Так вот, она рассказала позавчера, что США считают некоторые пошлины против китайских товаров контрпродуктивными. То есть США собираются их убирать. И тут бац, вчера Китай говорит, а мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Совпадение? Ну, вы знаете ответ. Поэтому здесь все, конечно, серьезно. Китай ведет большую игру, в которой Россия и Путин безумец. Просто разменная монета, заложник. С одной стороны, все отлично. Китайские компании, государственные компании отказываются уже работать с Россией в тех масштабах, как это было, чтобы не попасть под вторичные санкции американские. Но при этом они берут у них ресурсы уже по совершенно другим ценам, ценам с колоссальной скидкой, по бросовым ценам. Потому что России просто некому больше это продать. И она крайне заинтересована в продаже этой своей продукции хоть кому-то. Здесь Китай говорит, ну хорошо, мы возьмем, но по бросовым ценам. И это только начало, дальше будет веселее. То есть Китай одной рукой торгует тем, что он не будет сильно помогать России и получает преференции в торговле с Западом. С другой стороны, хоть как-то дает возможность Путину продавать свои ресурсы, которые Китаю нужны, но с колоссальной скидкой. Ну, в общем, супер. Для Китая все отлично. Только для этого идиота Путина, конечно, ну вот, все совсем не так. И для России понятно, что он ее ведет в полную вассальную зависимость от Китая. А Китай, конечно, это все абсолютно устраивает. Ну и пока суть до дела, идиот Соловьев постит картинки. Они же там, у него такое новое развлечение. Главный Китаевед. Что он знает о Китае, очень интересно. Они берут, просто переводят на китайский язык какие-то свои картинки, выкладывают и говорят. На соцсетях китайских поддерживают на 200%. Вот обсуждают люди операцию под Дебальцево. Ну да, то есть вот сидят китайцы, обсуждают операцию под Дебальцево. Большим делать нечего. При всем уважении любимой их нашей стране и к Дебальцево, нашему, я понимаю, что вряд ли есть какое-то, хоть какое-то значительное количество китайцев, которые понимают, где находится Дебальцево. Вот. Но Соловьев пытается это продать, значит, российским зрителям. А я расскажу российским зрителям всю правду и как оно все будет. Вы посмотрите, например, Черногории. В 2014 году Черногория заключила договор с Китаем и получила кредит на строительство первого отрезка 163-х километрового автобана в Сербию. Первый отрезок 41 километр. Его строил Китай, еще и китайские компании, друзья, как вы понимаете. Ну и за деньги Китая. Но кредитные. Дальше у Черногории наступили проблемы. И как выяснили журналисты, Черногория в этом кредитном договоре пообещала Китаю в случае, если они не могут погасить кредит, просто что Китай имеет право забирать земли. Земли в Черногории, землю не военных и не дипломатического назначения. И знаете, какой землей заинтересовался Китай? Портами, друзья, побережьем. Вот вам и вся история, очень простая. Сейчас ЕС помогает Черногории выйти из этой кабалы и зависимости и рассчитаться с Китаем. Ну вот это пример того, как работает Китай. Поэтому мы пока не видим, в России этой журналистики нет, есть только Соловьев. Мы не знаем, что там Путин, какие договора подписывает с председателем ЩИ. Но то, что это все отхаркнут кровью у россияне, и в этом могу вас уверить. И все ресурсы, и земли, и все. И Китай так смотрит, смотрит, уничтожайте себя, идиоты, уничтожайте. Вот она правда. А при этом говорит, мы за территориальную целостность Украины. А это означает, что Китай никогда не признавал аннексию Крыма. Нигде, никогда. То есть Китай говорит, да и Крым, конечно же, украинский. Друзья, вот такие новости, это важный на самом деле, новости, важный разбор. Того, что может быть, знаете, не каждый день вам расскажут где-то, и вообще мало где вы это услышите. А на самом деле это имеет ключевое значение, уже даже в среднесрочной перспективе. Я уже молчу о долгосрочной. Друзья, поделитесь этим видео, держим строй, подписывайтесь на канал. Вместе мы с вами и во всем разберемся, и обязательно победим. И в конце хочу сделать вам вставочку. Я вот сейчас только что передал нашим военным планшеты для гончаренко центров, от нас всех с вами, планшеты для наших артиллеристов, чтобы они лучше полили русню. Причем, в том числе, это нужно для американских гаубиц, друзья, внимание, которые уже есть здесь. А сейчас везу передавать автомобиль нашим морпехам. То есть, самой 36-й бригаде, один из батальонов, который до сейчас сражается на Азов-Стали. Друзья, ну а пока суть до дела, и Китай, и все это хорошо, а мы работаем, и вот сейчас передаем нашим вейсковым вот такие вот 50 планшетов, вот таким вот нашим красавцам, артиллеристам, для того, чтобы они, могла наша артиллерия громить ручню так, как надо ее громить. Вот от гончаренко центров, артиллеристам, 50 планшетов, Galaxy. Спасибо большое всем, кто помогал. Сделано.